Добро пожаловать в мою творческую мастерскую. Меня зовут Светлана и это вторая часть видео о том, как сделать настольный светильник своими руками. Ссылку на первую часть видео я оставлю в описании к этому мастер-классу. В качестве основы для светильника я использовала уличный светильник из магазина FixPrice. Нам понадобится только плафон и вот эта часть, в которую он вкручивается. Внутренняя часть светильника со светодиодом и солнечной батареей нам не нужна, поэтому мы ее откручиваем и она легко снимается. Для крепления патрона я использую вот такой дюбель. Вы можете подобрать дюбель другой, но подходящий по диаметру. Он для меня слишком длинный, поэтому я его разрезала пополам. Также у этого основания остались вот такие ножки, которые мне не нужны, я их просто обламываю. Продеваю провода патрона в дюбель и прикрепляю патрон к основанию на небольшие саморезы. Марку этого патрона, а также полный список использованных материалов и их количество вы сможете найти в описании к этому мастер-классу. На этот раз основание я решила сделать деревянное. Попросила выпилить вот такой круг из остатков мебельного щита. Диаметр этого круга около 20 сантиметров. В центре сверлим отверстие, равное диаметру нашего стебля. У меня это 20 миллиметров. Обрабатываю круг наждачной бумагой для того, чтобы убрать заусенцы. Если отшлифовать подставку до гладкости, можно ее оставить и в таком цвете или обработать морилкой для придания очень красивого цвета. Светильники на таких подставках тоже выглядят очень красиво. Но я решила обклеить ее фоамираном толщиной 2 миллиметра. Для начала нам нужно обклеить края этой подставки. Для этого вырезаю полоску чуть больше толщины моего круга. Не вырезайте полоску слишком узкую. Лучше отрезать ее чуть пошире, а потом аккуратненько подрезать ее по размеру. Теперь этой полоской обклеиваю торец деревянной заготовки. Этим же фоамираном обклеиваю верхнюю часть заготовки. В качестве стебля я взяла 40 сантиметров металлопластиковой трубы диаметром 20 миллиметров. Стебель я буду дегорировать термоусадочной трубкой и для этого мне все-таки понадобится фен, но если нет у вас термоусадки или фена, можно обернуть стебель например изолентой или тейп-лентой, покрыв сверху лаком, а также обернуть узким малярным скотчем и покрасить в цвет листьев. Для листиков я взяла тот же двухмиллиметровый фоамиран, которым оборачивала подставку. Листья я вырезаю из квадратов размером 15 на 15 сантиметров. Вырезаю по форме листика, срезаю с двух сторон углы. Также подрезаю уголки снизу листа, чтобы по форме было похоже на листик. Также по краям листочков вырезаю зубчики. Также я хочу слегка затонировать листики масляной пастелью, прорисовать прожилки, чтобы придать живости листикам. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, прожилки на листочках тоже можно сформировать без помощи фена. Складывая лист и слегка его вытягивая, можно придать листику нужную форму. Для приклеивания листиков нам понадобится проволока. У меня эта проволока уже в зеленой обмотке. Продолжение следует... Продолжение следует... Приклеивать на клей космофен, работайте с ним очень аккуратно, так как этот клей лучше всего склеивает пальцы друг с другом. Для того, чтобы прикрепить листики к стеблю, проделываем шилом отверстие в трубе. Вставляем листики в подготовленное отверстие и аккуратно фиксируем космофеном. Для подключения мне понадобилось всего 2 метра вот такого провода. Соединяем провод с патроном. Продолжение следует... Продеваем провод в стебель и фиксируем основание светильника к стеблю. из этого же фоамирана вырезаем чашелистики я вырезала пять чашелистиков длиной 15 сантиметров шириной 5-6 сантиметров приклеиваем чашелистики декорируя основание светильника для того чтобы подставка стояла устойчиво в качестве ножек я приклеила с обратной стороны вот такие силиконовые демпфер и для мебели на другом конце провода прикручиваем вилку и если надо переключатель добра использую я вот такую светодиодную лампочку нагревается она минимально а вот светит довольно ярко и вот такой светильник у меня получился надеюсь мое видео было для вас полезно огромное вам спасибо за то что вы ставите лайки моим видео это мотивирует меня снимать новые бесплатные мастер-классы творческих вам успехов и до новых встреч в следующая минута чтобы